Китайские власти активно развивают городскую агломерацию в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Это способствует не только экономической интеграции, но и научному прогрессу. Профессор Чэнь Го Кай – эксперт по стволовым клеткам. Он часто проходит через пропускной пункт на границе между регионами, чтобы попасть из университета Макао в его подразделение в соседней провинции Гуандун. Расстояние небольшое – около 10 минут пешком. Я хожу туда и обратно почти каждый день. Сейчас это довольно удобно. Сначала веду занятия в университете Макао, потом захожу в Джухайский институт. Здесь я участвую в административной работе, научных исследованиях и экспериментах. Власти провинции Гуандун и специального административного района Макао поддерживают Джухайский научно-исследовательский технологический институт совместными усилиями. Одна из главных задач учреждения – содействовать коммуникациям между университетом Макао и местами внедрения его разработок. В Джухайском институте моя команда занимается исследованиями стволовых клеток. Мы хотим, чтобы наши искусственно выращенные клетки кожи начали использовать для пересадки пациентам и тестирования косметики. Надеемся, за ближайшие 2-3 года найти партнеров, чтобы воплотить этот план в жизнь. Ученые Макао проводят перспективные исследования и в других областях, в их числе технологии умного города, традиционная китайская медицина и интегральные схемы. Опираясь на возможности Джухайского института, создатели инноваций могут выйти на обширный рынок континентального Китая. Если мы ограничим нашу работу территорией Макао, нам будет доступно меньше оборудования и возможностей применения технологий. В континентальном Китае высокий спрос на инновации в науке и промышленности. Специальный экономический район Хэнцинь, где работает Джухайский институт, планирует и дальше расширять сотрудничество с Макао. Это даст новый толчок к развитию региона.